Дмитрий Алексеевич, в прошлом году безумно много говорили о развитии станкостроения в Тульской области. По факту что сделали? По факту в этом году было подписано соглашение о партнерстве с компанией Станкопром, оператором федеральных денег в рамках федеральной целевой программы о поддержке станкостроения. Это раз. Два, компания Туламашзавод выиграла конкурс Минпромторга по основанию нового производства инструментального и заготовительного. И можно говорить о том, что 300 с лишним миллионов рублей привлечено от федерации в Тульскую область. И суммарно проект составит более миллиарда. Это новая инструменталка из заготовительного производства на базе Машзавода. Сборка станков у нас стартовала. И Туламашзавод в партнерстве с испанскими компаниями и тайваньскими уже станки собирает по иностранным технологиям и они уже реализуются на внутреннем рынке. А вот в связи с нынешней экономической ситуацией в стране и прогнозами, которые эксперты дают на 2015 год, не будут ли сворачиваться какие-то проекты? Вообще, насколько сложно сейчас найти партнера под наше предложение? Да, безусловно, ситуация сложная. И нельзя говорить о том, что мы эту ситуацию преодолеем без потерь. Есть определенные моменты, которые мы вынуждены учитывать сейчас в развитии международной ситуации. В частности, экспортеры сейчас, с одной стороны, максимально наращивают мощности. И у нас металлурги и химики работают под максимальную нагрузку, сдвигая графики ремонтов для того, чтобы обеспечить сейчас максимальную маржу при реализации продукции за валюту. С другой стороны, импорт оборудования более сложным является сейчас, потому что, безусловно, цена в рублях стала гораздо выше. Но здесь мы рассчитываем на то, что рынок будет выравниваться. И, как сейчас показывает практика, действительно, спрос и предложение формируют устойчивую цену для потребителя. И, я думаю, станки будут доступны в конечном итоге, в том числе и в рублевых ценах. Грейт Волл в узловой технопарке будет построен? В конце декабря мы проводили встречу с компанией Грейт Волл и тульскими учебными заведениями. Мы сейчас уже прорабатываем с Грейт Волл подготовку кадров для этого проекта. А сколько их нужно? Порядка двух тысяч. Сейчас заявка по специальностям составила около полутора тысяч человек. И мы должны уже формировать программу подготовки кадров в 2015 году, с учетом того, что в 2017 году эти люди выйдут и будут работать на сборке. Президент России поставил задачу по импортозамещению. А сколько Туискобес готов выполнять эту задачу? Ну, собственно, мы начали с инструментального производства. Это в чистом виде импортозамещения. Мы замещаем импортный инструмент, от которого сейчас зависимы. А вот я вас перебью. А насколько мы зависимы от импортных деталей для станков сейчас? На 100%? В инструменте мы зависимы на 80%. И наша задача выйти на гораздо меньшую зависимость. В инструменте как раз-таки новое производство Туламаш-завода позволит эту зависимость сократить. В первую очередь для тульских предприятий. Это по станкостроению. А по другим отраслям? Вот есть цель по импортозамещению? В конце декабря я участвовал в освещении первой колонны в основании нового сталипрокатного производства компании «Тулочермет». Это также в чистом виде импортозамещения. Проект также в 2017 году должен быть реализован. И мы рассчитываем, что никакие кризисы не повлияют на успешную реализацию этого проекта. А Тульской области что даст запуск этого проекта? Во-первых, это производство с большей добавленной стоимостью. Это большевое налоговое отчисление. Это 2000 новых рабочих мест. Это дополнительное поступление в бюджет Тульской области. И в-третьих, это создание вертикально интегрированных цепочек, по которым мы планируем выйти от производства чугуна до производства конечной машиностроительной продукции. Если условно провести такую вот цепочку, да, легкая промышленность, то что вот какая ассоциация у нас возникает? Да, это Тульский трикотаж, это Заря, это искусственный мех из Киреевска. Вы не назвали основных игроков? Но около 30 предприятий в среднем, вот если так посчитать, да, воспользуются сетью интернет, около 30 действующих. Мы более 50 насчитываем тех, которые действительно работают достаточно активно. Они работают, около 50. 5 с лишним тысяч человек, это суммарная численность в среднем работающих непосредственно в текстильной промышленности. 7,5 тысяч – это вся легкая промышленность, приходящаяся на Тульскую область. Это достаточно большая численность, это серьезный персонал. Более того, у нас появляются крупные игроки. Это, во-первых, компания «Авгол», которая в 2015 году запускает новое производство нетканого полотна. Это второе производство. Это также вертикальная интеграция совместно с компанией «Проктер и Гэмбл». И второй крупный игрок – это компания «БТК Групп», которая сейчас две производственных площадки на территории Тульской области закупила. И мы ведем переговоры с акционерами для того, чтобы максимально обеспечить кадрами проект по пошиву одежды под военные цели и под ведомственный заказ. Смотрите, ведь раньше вклад легкой промышленности в экономику региона был на уровне 9%. А сейчас, если верить данным, которые открыты для публики, это около 1%. Мы к какому проценту в итоге хотим выйти? Я думаю, 2015 год в сравнении с 2014 годом будет более успешным. И в дальнейшем по легкой промышленности ожидаю позитивную динамику. В первую очередь, благодаря проекту компании «Авгол» по нетканому полотну. И в следующем году рассчитываем, что «БТК Групп» тоже выйдет на достаточно приличные объемы и постепенно начнет осваивать госзаказ именно на тульских площадках. Это вот два основных драйвера, которые есть. Очень много предприятий Тульской области были заточены под экспорт в Украину. Теперь понятно, что заказов оттуда нет. Что с этими предприятиями? Без проблем не бывает. Проблемы, безусловно, есть. Есть компания «Трансмаш», которая находится в Белеве, которая, на мой взгляд, наиболее сильно пострадала в настоящий момент от кризиса и от того, что взаимоотношения с Украиной в настоящий момент хозяйственные связи были прерваны. Но мы рассчитываем на то, что каждый собственник ситуации, которая сложилась, воспользуется максимально. И образцом для этого является руководство компании «Трансмаш», которая в тот момент, когда предприятие было загружено на 60%, выводила своих сотрудников и, по сути, хозспособом строила новое заготовительное производство. Лимит поставок газа в Тульскую область сокращают из-за долгов. Стоит ли этого бояться для крупных предприятий? Я думаю, эта ситуация не коснется ограничений в поставках газа, потому что все они лимитированы, все они рассчитаны под конкретные заявки и производственные объемы. Другое дело, что, безусловно, этот показатель сейчас для нас является наиболее сложным в отношении с «Газпромом». И большая часть, более 80% долгов приходится на предприятия ЖКХ. По промышленному комплексу мы идем на снижение и работаем на постоянной основе с тем, чтобы задолженность промышленных предприятий снижать. На Черепецкогресс буквально недавно запустили 8-й энергоблок. Что он дает? Кто сможет пользоваться этими благами теперь? Это 225 мегаватт мощности, которая выдается в сеть, которая выдается по себестоимости гораздо ниже, чем выдают старые энергоблоки. Это позволяет говорить о том, что загрузка Черепецкогресс будет выше. Я думаю, речь идет о увеличении загрузки примерно на треть в ближайший год. И, соответственно, большая часть электроэнергии будет отпускаться не только в соседние регионы, но в том числе и в Тульскую область. Для нас это, в первую очередь, надежность электроснабжения и снижение нагрузки на электрораспределительную сеть. Дмитрий Алексеевич, ну понятно, на Черепецкогресс 8-й энергоблок запустили. А что еще в сфере энергетики в 2014 году было сделано? В 2014 году мы получили высокую оценку нашей работы в сфере энергетики от, во-первых, агентства стратегических инициатив. Тульская область, ее практика в сфере тех присоединения потребителей признана была одной из самых лучших. Мы достаточно быстро к электросетям присоединяем наших абонентов. И в этом году мы, по сути, проводили мастер-класс для других регионов тому, как это надо оперативно делать. Мы благодарны агентству стратегических инициатив за столь высокую оценку. И во многом это обусловлено той нашей работой, которую мы провели в стратегическом планировании системы электроэнергетики. В 2014 году очень много говорилось об увеличении финансирования обороны промышленности. Тульская оборонка что-нибудь от этого получит, пирога? Да, безусловно. Мы рассчитываем на то, что до 2020 года 20 миллиардов суммарный объем капитальных вложений в тульскую оборонку состоится. Это серьезные средства, безусловно. Это, во-первых, те переужения, обновления станочного парка. И мы рассчитываем, что к 2020 году уж точно часть станков будет тульского производства, которые придут на смену старым токарно-фрезеровочным станкам, которые мы знаем. Это первое. Второе. Тульская оборонка имеет достаточно хорошие перспективы по гособоронзаказу. Сейчас одна из основных проблем в исполнении гособоронзаказа – это подготовка кадров. И в этом направлении также работа ведется. Это уже взаимодействие с вузами, правильно? Это взаимодействие с вузами, это взаимодействие непосредственно с самими предприятиями, с тем, чтобы обеспечить жильем наших молодых оборонщиков. И сейчас подобное соглашение между корпорацией развития Тульской области и корпорацией высокоточные комплексы, такое соглашение готово. И мы рассчитываем на то, что регион будет предоставлять по льготной цене для молодых оборонщиков жилье, с тем, чтобы они по окончании вуза не ехали в Москву, не шли торговать, а работали непосредственно по своей специальности и планировали свою дальнейшую карьеру в долгосрочной перспективе. Много говорилось, что в 90-е главные умы России уехали. В 2000-х мы говорим о том, что кто-то возвращается, мы растим новое поколение. В 2014-е чем запомнится в научной среде? На мой взгляд, в первую очередь следует говорить о том, что у нас происходит омоложение в оборонке. И во многом это связано с тем, что молодые ребята сейчас остаются на оборонных предприятиях. Это та же наука, это молодые конструктора, которые сейчас идут на зарплату в 35-40 тысяч и планируют свою жизнь, свою профессиональную деятельность неразрывно с Тульской областью. Все равно основная наука без Тульской области сосредоточена в оборонно-промышленном комплексе. И 2014-й год для Тульской науки запомнится тем, что, по сути, Мосинская премия получила совершенно новый уровень. И мы провели вручение Мосинской премии в рамках Дня оружейника уже на достаточно высоком уровне. И мы, по сути, смогли привлечь многие предприятия и регионы к тому, чтобы Мосинская премия стала известной и престижной среди них. По итогам этого года более 60% лауреатов Мосинской премии – это жители других регионов. Для нас это очень важно, и это действительно серьезный показатель. Но есть еще премия Ушинского? Да, премия Ушинского. Благодаря тому, что губернатором Тульской области Владимиром Сергеевичем Груздевым было принято решение об увеличении премиального фонда по премии Стечкина и по премии Ушинского, у нас в этом году безусловное увеличение количества заявок на эти премии. Мы видим, как возрастает популярность этих премий и рассчитываем на то, что они с регионального уровня уже обретут федеральный уровень и будет увеличение иногородних заявок на получение этих премий. Понятно, что научные разработки в Тульской области востребованы, во всяком случае, если смотреть на вот эти премии, которые становятся настолько популярны. А не хотим ли мы создать какой-то мини-аналог с Силиконовой долиной? На данный момент ведутся переговоры, и мы получили поддержку со стороны Дмитрия Олеговича Рогозина о создании инновационного кластера на базе Тульского государственного университета и предприятия ОПК. Для нас это очень важная тема. Тульская область заслужила статус создания инновационного кластера, в особенности в разработке ракетного вооружения. И мы рассчитываем на то, что получим поддержку на эту тему военно-промышленной комиссии, возглавляемой президентом. Объясните, пожалуйста, инновационный кластер – это как будет выглядеть? Что это будет? Инновационный кластер – это, по сути, база для подготовки специалистов, инженеров, разработчиков, конструкторов. Это факультет новый? Или это отдельное учреждение внутри учреждения? Это учреждение внутри учреждения на первом этапе, для того, чтобы создать систему подготовки кадров и систему централизованных научных разработок. А дальше уже по мере развития этой тематики вполне может быть и целый ряд юридических лиц, которые будут каждое свое направление курировать. В том числе и инжиниринговый центр по мере того, как эта тема получит развитие. И сроки реализации проекта? Ну, они достаточно серьезные. На следующий год мы рассчитываем на то, чтобы получить поддержку со стороны федерального центра и на то, чтобы мы получили статус на федеральном уровне нашего инновационного кластера. Спасибо вам за интервью.